всем передаю большой привет вы сейчас смотрите канал гринчики и мы вас поздравляем с хорошей погодой не знаю как там у вас у нас так сто процентов я тут сейчас еду по своим делам решил снять вам небольшое видео на мою тему одну из дальнобойщиков вот наверное завтра буду уже снимать видео ответы на небольшие ваши вопросы которые у меня уже накопились потому что мне там пришло несколько личных сообщений а как бы общие вопросы тоже затрону вот сегодня хочу вам рассказать как мы один раз поехали в канаду и в канаду то мы заехать заехали а вот назад в штаты нас не пускали это я вам скажу пацаны капец было вот что было ну короче говоря возвращались мы ранним утром с канады поехали мы границу уже со штатами вот я был как раз за рулем у нас был груз вот как обычно как бы я ему подаю документы на груз хотя можно в принципе так все рассказать ну я ему подаю документы на груз и он у меня говорит манифест давай я вартику какой манифест он уперся говорит манифест и говорит у тебя еще какие-нибудь документы на груз есть у меня как бы обычные были документы ничего там такого сверху сверху не было все как обычно вы этим короче говоря он говорит что у тебя должен быть манифест ну я увидит что я как бы соображаю да ну как по-английски так говорю плохо еле-еле два слова могут только сказать понятия еще меньше тем более что какая-то у них странная манера если видит что человек плохо понимает по английски нет чтобы потише чуть-чуть сказать или почленораздельнее но такого нет он как говорит так и говорит но я понимаю конечно что я сам приехал эту страну и т.д. и т.п. короче говоря он говорит так а мы уже подъехали к пограничнику тут уже как такая зона пограничная вот хотя там то это зоны ты так с асфальта да и там две будки с фонарями вот такой говорит что все тогда ставьте здесь трак ну мы были вдвоем два драйвера и говорит все идите ко мне идите вдвоем ко мне окей паркуем мы значит прям там трак в этой зоне таможенной идем к нему заходим он такой говорит посидите ну я понимаю что контора она и в африке контора вот мы сели сидим он потом хоп приносит нам распечатку на украинском языке ну я понимаю конечно что тут основного украинская диаспора развит очень сильно в америке вот но вот он решил короче что мы с украинского получилось что я с белоруссия мой коллега к драйвер он с украины такой на украинском так на украинском мне нет проблем на украинском почитатели послушать вот опять то же самое там написано что драйвер должен быть внесен в систему и манифест я так думал электроник манифест вот называется эта штука я тут как раз записал сейчас я вам скажу манифест эй-си-и эй-си-и в общем пока мы ждали я там в углу попробую прочитать что это такое чем написано что все это лет я не знаю 10 что ли назад вот несколько штатов приграничных они не только приграничных по моему вашингтон там аризона еще какой-то штат вот они приняли эту систему манифеста и если ты проезжаешь через границу в этом месте то ты должен находиться в этой системе это такая электронная база данных вот это твоя компания должна тебя туда внести знаете получается так что он не даст распечатан украинском и там написано что я должен быть в этой системе у меня должен быть свой дом номер confirmation но я-то первый раз об этом слышу я не как говорится ни сном ни духом вот я говорю да я вообще понятия не имею в общем звоним мы а кто по моему 6 или пол седьмого утра диспетчеру диспетчер там хлопают вроде как глазами он он то знает как бы эту систему но как туда внести что для этого нужно еще он не знает короче говоря мы говорим таможеннику что мы позвонили нашему диспетчеру он будет оформлять эту систему вот получается что вроде как мой кодрайвер уже есть этой системе а меня нет но я-то без понятия когда на работу устраивался мне никто и даже слова не сказал хотя знали что я буду ездить как бы вот в канаду и назад вот такая знаете короче говоря у нас система что нужно самому думать больше за себя вот ну что это таможенник нам говорит идите ка вы пацаны погуляйте вот когда вы будете системе тогда и приходите ну что окей идем мы короче дальше в трак идем спать потому что я ехал целую ночь вот у меня попало там время мы едем тимом не будет же тракт стоять особо вот тем более что у нас уже тут и вывели с утра окей мы залазим ложимся спать что делать вынужден как говорится сон но я думаю что тут стали в общем валите отсюда у вас документов нету валите назад в канаду мне уж совсем стало как-то неприятно ну ничего себе вроде как домой еду из канады меня домой не пускают не пара сеттем какой-то погоняешь подсознание какое-то мне говорит что ну как бы я на законных основаниях всего со всеми документами еду к себе домой в штаты нет никаких проблем у меня как бы все с собой есть green card driver license вот даже medical card все какой со мной есть ну так оно и надо все с собой возить ну я так подсознательно понимаю что вроде как не может меня не пустить но с другой стороны я понимаю что это такая система что если ты едешь за рулем везешь груз этот манифест он будет как бы должен больше обеспечивать себе какую-то там безопасность или что не знаю вот и получается что раз я вез этот груз то я должен быть системе получается что вроде как меня ну я одна такая мысль заскочила кинуть нафиг этот тракт да вообще пойти пешком перейти границу и все как будто мне ну не запретить лишь правильно никто вот ну конечно надо же деньги зарабатывать а не траки кидать вот ладно ну мы короче послушали о том что нам надо в канаду убираться как-то очень я вам скажу какое-то чувство такое ну такое неприятное совсем да думаю ё-моё насколько ж мы здесь застряли зная как наши работают компании думаю это наверное растянется на целый день потому что я уже как столкнулся смотрю оперативности нету нигде ни в маленьких компаниях ни в больших ну мы пока еще чуть-чуть полежали наверное полчаса мы как-то так со сна было делать что аж невозможно было пошевелиться тем более тот драйвер мой спал и а я как мой локбук на мне был у меня было время я должен был ехать я что-то проснуться не мог так чтобы прям сразу сесть и поехать тем более в канаду у меня даже мозги не думали о том это как это мне надо развернуться и в канаду поехать окей короче говоря пока я рассюхивался смотрю опять пришел в общем это наверное мы часа два с половиной уже простояли в общем отдал он нам наши документы и сказал езжайте и вот так вот мы быстренько быстренько уже пока он не передумал мы забрались и поехали уже назад по домам ну и не по домам а домой у нас как раз возле сеатла было delivery вот так что вот такие вот были у меня приключения вот я думаю что может быть те кто ездит уже давно они уже в этой системе есть а вот я как был новый драйвер то меня не внесли в эту систему вот и в общем масса неприятного получается что и время мы теряем и не только свое и не свое а представьте если бы нас задержали надолго если бы он нас не отпустил вот и вот я даже потом приехал с рейса до сих пор я не знаю я вот поеду сейчас узнавать потому что я уверен что до сих пор они меня туда не внесли я не знаю потому что у меня сейчас уже скоро ехать во вторую в следующий рейс уже а вот поэтому что я вам хочу сказать господа хорошие следите за собой сами за своими документами за своими всеми правилами безопасности за всеми нюансами за своими деньгами следите сами потому что никто ничего не хочет делать оно такое перекочевывает с наших просторов и сюда в штаты я смотрю есть люди которые прожили тут по 10 лет а у них все эти совдеповские замашки остались такие как и были вот поэтому как говорил стаббендер спасение утопающих дело рук самих утопающих вот значит что это вот я сейчас еду фрилей как бы межштатного федерального значения вот далеко можно по нему заехать прям на океан можно вот так вот ехать ехать заехать только в обратную сторону потому что я сейчас еду на вест а океан наист вот поэтому все кто видел кто слушал большой огромный привет гринчики вам всем передают желаю хорошего настроения хорошего дня не скучайте вот по тому что может быть хорошее в жизни а что нибудь да сами себе устроите хорошее всем передаю огромный привет надеюсь завтра сниму следующее видео с ответами на ваши вопросы все всем bye-bye